спасибо что пришли буду сегодня рассказывать о проказе это довольно неприятная штука поэтому будет фотки гниющих людей не беспокойтесь не живых итак что такое проказа проказа это инфекционное хроническое заболевание которое имеет бактериологическую природу само слово проказа происходит от древнерусского козить что значит обезображивать искажать в мире больше эта болезнь известна по словам лепра которая происходит свою очередь от греческого слова но поскольку и слово прокаженный и слова лепер например в английском языке являются довольно таки стигматизирующие имеют очень негативные ассоциации то всемирная организация здравоохранения где-то с 50-х годов предпочитает использовать название болезнь хансона в честь человека который открыл это герхард хансон норвежский врач в конце 19 века довольно много провел исследований в частности в норвегии тогда еще занимался этим даниэль даниэльсон норвегия вообще была очень передовой страной по исследованию лепры он открыл возбудителя лепры микобактерии вот эти красненькие когда этот бактериальный агент попадает человеческий организм он либо попадает в так называем клетки швана которые представляют с тобой что-то вроде оплетки или изоляции вокруг нервного волокна и уже тогда распространяются в нервной ткани либо попадают эти бактерии в макрофаге то есть клетки которые отвечают за наш с вами иммунитет и уже являются для макрофагов клеточными паразитами по сути если мы иммунитет у человека ослаблен то ли проматозные лепрозные бактерии будут у него развиваться именно в клетках которые отвечают за этот иммунитет зависимости от того как каким образом попадает лепра в человеческий организм и какие именно клетки поражают могут развиваться несколько форм лепры первое самое безопасное скажем так наименее страшно это так называемая анестетическая форма или не дифференцированы анестетическая она называется потому что поражаются лицевые нервы нервы конечностей и наиболее характерными признаками на этой стадии наиболее характерными симптомами являются искажение черт лица являются небольшие участки на коже которые теряют пигментацию то есть бледные такие пятна и в зоне этих пятен очень снижена чувствительность либо наоборот может возникать аристезия то есть ощущение внезапной судороги мелкого покалывания озноба в зоне поражения лепрой если болезнь на этом этапе не была выявлена и больной не получил лечение то она переходит следующую форму в туберкулоидную здесь бесцветные пятна лепры начинают уже появляется начинают обрастать до более выраженными краями они приподнимаются немножко как валик черты лица искажаются немного сильнее очень часто на этой стадии выпадают брови и исчезают волосяные к фолликулы в принципе как и потовые железа но это еще не самая страшная степень лепры хотя именно в таком варианте человек очень часто слепнет потому что при таком бы в сценарии развития лепры начинается воспаление конъюнктивы либо роговицы и есть диск потерять зрение самое узнаваемое самое страшное это липроматозная форма она развивается в том случае если именно в клетке отвечающие за иммунитет попадают бактерии лепры тогда на лице у больного и на всем теле на конечностях у мужчины на яичках появляются характерные такие гранулемы лепрозное образование по сути это разрастающиеся потовые железы либо это могут быть лимфоциты которые начинают вокруг себя обрастать маленькими узелками это может разрастание может быть разрастание фиброзной ткани и так далее на этой стадии очень часто поражается уже и костная ткань хрящевая ткань особенности на лице поэтому зачастую таких больных еще и проваливается нос это затрудняет дыхание одним из симптомов на ранней стадии такого сценария развития лев проявляется затрудненное дыхание точно также на теле появляются пятна которые потом разрастаются вот в похожие узелки лицо приобретает такие черты маски она в принципе средневековье было известно как маска льва но сейчас это название уже относится к другому заболеванию которое не связано с леброй по всему телу развиваются нету нейротрофические язвы и может даже происходить мутиляция конечностей если эту болезнь не лечить что такое мутиляция это самопроизвольное отторжение тканей это не гангрена потому что во время гангрены ткань просто начинает гнить и распространяется инфекция по организму мы рассмотрим на примере скелета человека из винчестера который где-то в 12 веке жил и умер от проказа очень хорошо видно что у него истончены последние планки фаланги пальцев а что касается его стопы то она почти полностью лишена пальцев потому что лепра их узвероговала и ткани просто отмирали кроме того очень хорошо видно что у него был провален нос он лишился верхней челюсти по сути провалились вот эти поражения у него на лбу это как раз начинающаяся стадия это то с чего лепра начинает свое победное следствие по организму давайте отвлечемся немножко от этого ужаса расскажем о том откуда же вообще лепра взялась судя по всему бактерия мутировал из чего-то довольно безобидного около 10 20 тысяч лет назад и судя потому что лепра имеет общий геном с бактериями которые вызывают уберкулез изначально у них был один общий предок человечество болеет показа как минимум уже четыре тысячи лет наиболее раннее свидетельство это череп женщины из индии которая жила 2000 лет до нашей эры как видите у нее тоже довольно сильно искаженные черты лица здесь пораженные лицевые кости и она почти полностью лишилась верхней челюсти впоследствии во время средневековья благодаря торговым маршрутам множественным войнам и крестовым походом лепра начала потихонечку распространяться с востока на запад стало все больше и больше проникать в европу через крестоносца в частности довольно известный исторический персонаж король королевства крестоносцев балдуин 4 болел проказой это не помешало ему быть королем в довольно молодом возрасте победить в нескольких крупных битвах против сарацинов но он до 24 лет так и не дожил умер довольно рано именно от проказа причем там довольно драматическая история потому что геом кирский его биограф и вообще историк крестовых походов очень детально описывал его жизнь и рассказывал в летописях о том что мальчик в детстве дрался со сверстниками не чувствовал боли и тогда его родители воспринимали это как символ какого-то мужества как знак того что он терпит боли у настоящий мужик из него будет отличный воин но на самом деле это были именно первые секундовые проказы потому что у него терялась чувствительность рук и собственно в манускрипте геом тирский это очень хорошо изобразил как он обнаруживает липрозные язвы к сожалению на тот момент внятного лечения проказа не существовало сейчас это не является проблемой сейчас пока за лечатся комбинированной лекарственной терапией из довольно сильных антибиотиков это дабсон клофоцимин и рифампицин последний кстати применяется для лечения туберкулеза в принципе если врач прописывает больному этот курс то он в течение полугода выпивает несколько таких блистеров с таблетками и имеет шанс на исцеление конечно внешние проявления проказа уже никуда не исчезнут но по крайней мере у него будет шанс того что болезни станет развиваться дальше средневековье таких средств не существовало и единственным доступным способом обезопасить себя от заболевания было просто изоляция больных они были лишены всех прав их не пускали в общественные места им запрещали входить в города запрещали участвовать в ярмарках посещать церкви входить в трактиры публичные дома и так далее они могли заниматься сексом исключительно со своей женой они не имели права наследования они не могли передавать свою собственность по наследству здесь довольно очень хорошо видно это тоже иллюстрация из одного средневекового манускрипта лепрозного больного заставляли одевать определенную одежду по которого можно было сдалека узнать и носить либо колокольчик либо такую колотушку музеях европы довольно много сохранилось колотушек многие из них довольно изящные очень богато украшены то есть это говорит нам о том что все свои населения болели проказы не было никаких исключений частности епископ ричард воленфордский очень известные средневековые английский математик и механик который построил первые вообще в европе башенные часы он был епископом но при этом болел проказы это не мешало ему жить и работать до определенного времени пока у него не начали ручки отваливаться уже от проказа а тем не менее церковь довольно большое значение были довольно большую роль сыграла в судьбе лепрозных больных по всей европе начали организовываться лепрозорье то есть колонии для больных проказы где за ними ухаживали первые появились еще до средневековья в античности в армении затем византии и потом уже начали появляться средневековые в европе повсеместно и даже на ближнем востоке в амияцком халифате в тринадцатом веке когда был расцвет эпохи крестовых походов в европе насчитывалось до 19 тысяч лепрозорье фактически при каждом городе было одно маленькое поселение или домик или какая-то колония у городских стен куда пускали или прозных больных им там разрешали жить возможно конечно эта цифра преувеличена но это то что у нас есть из французских источников об этом пишет матвей парижский лепрозорье по сути представляли собой не столько больницы сколько приют или дом престарелых там просто люди могли получить пищу могли получить хоть какой-то уход и обработку своих трофических язв своих мутилированных конечностей они могли получить лечение если у них уже переходила лепра в ту форму когда поражаются глаза и так далее то есть как минимум они там получали уход и внимание особенно большую роль в этом сыграл орден святого лазаря то мальтийский орден рыцарей крестоносцев которые организовали этот орден уже в королевстве крестоносцев в иерусалиме и принимали в него лепрозных больных то есть по сути это было единственное учреждение в единственная гильдия в которой могли попасть прокаженные конечно это сыграло довольно большую роль в битве с сарацинами потому что когда целая рота гниющих рыцарей с проваленными носами отваливающимися конечностями шла в атаку наверняка на мусульман это оказывала довольно устрашающее воздействие сейчас в европе последние лепрозорье остались восточные части в частности это лепрозорье в текелеште в румынии на границе с украиной есть ли прозорье в одесской области там сейчас от 6 до 8 больных они уже все пожилые люди и в принципе лепрозорье тоже больше напоминает дом престарелых есть четыре центра изучения проказы в россии и один в казахстане кстати для казахстана является это более серьезной проблемой там сейчас наблюдается 45 больных лепрой в целом во мире лепра перестала быть существенной проблемой но она все еще остается эпидемии в не очень развитых странах тропического пояса и экваториального более худшая ситуация с лепрой в индии бразилии в некоторых странах африки таких как мозамбик и южный судан тем не менее лепра является проблемой и для таких развитых стран как сша и японии дальше объясню почему как я уже говорил бактериальный агент микобактерия лепра она попадает в клетке отвечающий за наш иммунитет клетки эти впоследствии имея внутри клеточного паразита микобактерии начинают делиться образуются гранулемы образуются ли прозные пузырьки часть так этому подключаются не только макрофаги но и например лимфоциты и образуются маленькие такие узелковое образование которые наполнены вот этими больными проказы клетками впоследствии клетки эти во время процесса апоптоза клеточной смерти взрываются можно сказать и уже с этой слизью с мокротой от больного лепра человеку болезнь может передастся и какому-то ему близкому родственнику либо его коллеги либо другому человеку которая долгое время с ним находится вероятность заболеть лепрой не так уж велика сейчас если у вас очень хороший иммунитет если вы правильно питаетесь много спите то даже контактируя ежедневно например в семье с лепроматозным больным вы имеете шанс заразиться от него всего лишь 10 процентов тем не менее в 2011 году были зафиксированы в штатах случаи заражения проказой от броненосцев вот эти милые существа как я уже сказал можно заразиться лепрой только вследствие довольно длительного и довольно интимного контакта как так получилось ну не знаю есть несколько способов того как можно взаимодействовать с броненосцами например вот так можно их кушать что довольно часто делают жители мезоамерики мексики и южных штатов если это коренные индейцы например потому что они считают что мясо броненосцев довольно вкусно вкусно и почему вы как бы от него отказываться и есть довольно прямая взаимосвязь с тем где живут в дикой природе броненосцы и где распространена проказа в соединенных штатах каждый год заражаются проказа именно от броненосцев до 40 человек и они все равно продолжают их есть принципе броненосцы не единственные животные которые могут быть также заражены проказой в лабораторных условиях пытались заразить мышей причем специально использовались лысые лабораторные мыши их заразали заражали через подушечки лапок посмотрите на эту ужасную раздутую мыши на лапку дело в том что грызуны в принципе сами по себе могут заразиться проказой но поскольку эта болезнь имеет довольно длительный инкубационный период от 3 до 10 лет в среднем то она просто не не успевает развиться у грозунов за время их жизни довольно короткая настолько чтобы можно было воочию видеть симптомы тем не менее 2014 году проказа была обнаружена у белочек живущих на острове британии и ближайших к нему островках частности 1 это относится к маленькому острову браун сил южной оконечности британии там живет а изолированная популяция белочек поскольку это остров они оттуда никуда не денутся и когда обнаружили что белки больны проказы начали отслеживать где еще она распространяется оказалось что серые белки живущие на этом острове проказой не болеют из-за того что прокаженными являются чаще всего красные белочки то серые белки постепенно начинают их вытеснять из ареала обитания что интересно белки которые были загружены проказа и видимо довольно давно имеют тот же штамм лепры который функционировал в британии средние века в частности череп женщины из уитби которая умерла где-то в девятом десятом веках имеет тот же штамм следы того же той же самой бактерии которые валиются современные белочки связи с этим была разработана гипотеза как могли белки быть связаны с распространением проказы средневековом английском обществе конечно же через торговлю с кем с викингами была выдвинута гипотеза которая была опубликована в отдельной статье журнале science 2016 году в которой рассматривается такой вариант что викинги во время торговли с британцами просто завозили больными больных проказы белок на остров либо в качестве пушного зверя либо возможно чтобы вы конечно совершенно ужасно в качестве зверька который можно там быстренько убить и скушать либо в качестве домашнего животного точно мы этого знать не можем мы также не можем знать возможно ли заразиться белочь от белочки проказой но тем не менее такая гипотеза существует особенно это характерно именно для восточной части англии где находилась свое время довольно большое государственное образование викингов а также для того самого острова браунси на котором были обнаружены прокаженные девочки потому что этот остров свое время довольно часто контактировал с другими викингами с острова с нормандских островов с острова в персии джерси возле побережья франции о том как вообще викинги попали в англию что они там делали и зачем им понадобилось торговать с англичанами я расскажу в своей следующей лекции а на этом у меня все не болейте будьте осторожны в общении с белочками и не ешьте броненосцев спасибо итак у кого есть вопросы песни лоры бучеровой пой бубенчик по извини про братство прокаженных именно из вашей лекции я понял что это за бубенчик наконец да что они должны были звонить оповещая своем присутствии а братство прокаженных это имеется ввиду вот тот рыцарский орден и существовали действительно какие-то братства больных людей где они помогали друг другу нет скорее речь идет просто сообществе прокаженных которые жили ли прозории но они действительно были чаще всего довольно дружными мне кажется есть слайды на в частности на острове спиналонга до середины двадцатого века существовал или прозорий когда в 1918 году греция воевала за свою независимость от османской империи которая уже разваливалась то греки не нашли ничего лучше как собрать на одну лодку большое количество прокаженных отправить их к этому острову где располагалась турецкая крепость турки вузащи бежали а прокаженные там остались вели подсобное хозяйство и вот этот маленький островочек стал для них домом где они существовали в своем маленьком закрытом мерке и довольно неплохо себя чувствовали этот остров кстати снят довольно неплохой сериал который так и называется остров обязательно посмотрите он очень классный а была найдена лепра кроме как у броненосцев и белочек кого-нибудь еще до в 2009 году в японском зоопарке в токио по моему внезапно обнаружили симптомы проказы у шимпанзе гаруна вы видите что 2008 году она была совершенно нормальная 2009 у нее резко проявились эти симптомы и это стало основой для довольно широкого исследования того насколько вообще долго может ли про содержаться в организме для том что японии конечно же бывают случаи заболевания проказы потому что японцы довольно много путешествуют и как правило в путешествии при контакте с больными могли случайно заразиться вероятность того что обезьяна содержащаяся в зоопарке заразилась от японца которая куда-то ездил туристом довольно мало и она содержалась зоопарке около 30 лет сейчас я там где-то 37 38 я в том что ее забрали из западной африки в возрасте одного-двух лет и связи с этим существует гипотеза что она уже тогда была зараженная будучи маленькой обезьянкой когда ее привезли в японию но только через 30 лет проявили симптомы и это говорит нам о том что у лепры симптомы инкубационный период может быть настолько долгим что продолжается более 30 лет но вообще случаи заболевания лепры у каких-то животных это довольно редкое явление как я уже говорил это броненосцы причем судя по всему броненосцев заразили мы все таки когда европейские колонисты попали на североамериканский континент возможно они именно заразили проказа и броненосцев потому что в новом свете проказа не было вообще кстати это стало причиной того что довольно много североамериканских индейцев тоже умерла потому что у них не было иммунитета у них не было никакого представления о культуре лечения или изоляции больных поэтому собственно не только броненосцы но и к сожалению многие индейцы от этого тоже пострадали на примере этой шимпанзе а может быть этот но эта бактерия была вниз в спящем состоянии или допустим существуют ли здоровые носители лепры и вот если в средние века она имела такой размах что послужило тому что она вдруг взяла и исчезла ну скажем так процентом соотношения спасибо за вопрос я понял дело в том что лепра это болезнь которая как я уже сказал паразитирует на клетках отвечающих за иммунитет чем лучше иммунитет тем меньше вероятность заболеть лепрой чем лучше условия жизни тем лучше иммунитет к тому же есть и гипотеза о так называемом перекрестном иммунитете что более серьезные более сильные заболевания такие как чума например просто вытеснили лепру из вытеснили с первого места по эпидемиологии грубо говоря люди чаще умирали от чумы будучи зараженными уже лепрой и не успевали заразить всех остальных спасибо большое за лекцию у меня такой вопрос были ли случаи в истории когда лепра начиналась начинала развиваться но как бы прекращала свое развитие на каком-то этапе то есть были ли случаи излечения в средних веках и без например сына как то так если были мы об этом не можем сказать с уверенностью потому что не просто не зафиксированы можно конечно доверять житиям каких-то святых где написано что там какой-то святой кого-то излечил от лепра но это недостоверные источники течение болезни можно приостановить исцелиться полностью от проказы от внешних признаков когда уже начинаются вот эти наросты характерные на лице когда начинается мутиляция конечностей когда уже начинаются судорожные выгибания рук когда они начинают быть похожи на тичью лапку таких случаев не зафиксировано ни в одном из источников то есть только в двадцатом веке уже научились лечить антибиотиками до двадцатого века можно было просто приостановить течение болезни на полностью остановить но полностью его излечить нельзя было спасибо за лекцию у меня два маленьких вопроса во первых насколько я поняла существует несколько штаммов бактерий которые вызывают данные заболевания и в таком случае существуют ли какие-то различия в клиническом проявлении в зависимости от того какой штамм заразил человека и 2 какой средний возраст принципе до которого может даже человек зараженный проказы при отсутствии необходимого лечения давайте отвечу на последнем потому что он короткий при отсутствии необходимого лечения человек может дожить ну лет до 40 если его вовремя диагностировать и и прописать курс антибиотиков причем не обязательно те которые я перечислил штатах там другая лечебная формула не например противогрибковая терапию применяют то человек может дожить в принципе до глубокой старости при соответствующем лечении если же этого не произойдет то в принципе его продолжительность жизни будет не выше чем в странах африки то есть 40 50 лет отвечая на первый вопрос дело в том что существует два возбудителя лепры один как я уже сказал был открыт хансоном еще в девятнадцатом веке второй был открыт относительно недавно 2008 они очень похожи между собой возможно это когда-то была мутация бактерии и она развилась уже в отдельный организм то есть сейчас существует две бактерии которые вызывают лепру у каждой из них могут существовать штаммы штамм это не бактерия как какого-то нового вида это просто разновидность этой же бактерии которая немного отличается например по днк по структуре днк и бога именно благодаря тому что существует несколько штаммов каждый из которых имеет определенный ареал распространения определенную хронологию распространения мы можем сказать например что именно вот этим штаммом болели средневековые люди то есть средневековая англия восьмого века был один штамм микобактерии лепры уже через триста четыреста лет связи с нормандским завоиманием связи с крестовыми походами был принесен другой штамм существенных отличий в симптомах они не имеют в принципе она симптомы совпадают отличие симптомах проявляется только тогда когда допустим поражение идет не через макрофагия не через лимфоциты а допустим через клетки швана как я уже говорил они оплетают нервное волокно то есть может быть просто две разновидности проявления лепры туберкулоидная или про матоз на и но симптомы вне зависимости от того каким именно был инфекционный агент примерно одинаково спасибо большое и последний вопрос на эту тему я про имеет какое-то отношение к леприконом я готовился к этому вопросу тоже мне где-то был специальный слайд а где кстати читал теории заговора да я про не имеет отношение к леприконом это совершенно другой корень и совершенно другого языка леприкон на ирландском на древне ирландском скорее даже на древнекельском языке означает просто маленький человек а леперос это греческого обешкуренный то есть вообще никакой связи нету спасибо большое покажу на и леприкон и это тоже здорово спасибо спасибо Продолжение следует...